МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также данный законопроект мы приводим в соответствие с федеральным законодательством. Внесение изменений не влечет за собой увеличение расходов и доходов областного бюджета Ульяновской области. Проект прошел все необходимые согласования. Я прошу поддержать. Участники заседания внесли корректировки в госпрограмму Ульяновской области по обеспечению правопорядка и безопасности жизнедеятельности региона на 2014-2020 годы. В частности, увеличили финансирование средств, направят на приобретение пожарно-технического вооружения. Изменения вносятся без увеличения общего объема финансирования государственной программы за счет перериспределения средств внутри программы. Согласования все получены. Прошу поддержать. Единогласно поддержали поправки в законопроекте о предоставлении налоговых льгот по налогу на прибыли организации, транспортному налогу резидентам и управляющим компаниям технопарков. В целом, объем предусмотренных налоговых льгот по налогу на прибыли организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет, оценивается в размере 209 и 13 тысяч рублей. По налогу на имущество организации он составит 14 миллионов 750 тысяч рублей. Сумма льгот по транспортному налогу составит 389 тысяч рублей. Налоговые льготы обретут силу запуском масштабного регионального проекта Технокампус 2.0.2020. Годом ранее начнется процедура внесения в единый реестр управляющей компанией резидентов и инвесторов технопарков. В структуру Технокампуса войдет Ульяновский наноцентр. Сейчас на его базе работает порядка 70 организаций. За пять лет компания-резиденты того же наноцентра в результате снижения налоговых нагрузок принесут бюджет области свыше 5 миллионов рублей. Ринат Алиулова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.